Священнослужители Одесской епархии устроили праздник для заключенных Южной исправительной колонии номер 51. Впервые за многие годы колонию посетил архиерей. Бладыка Деодор, викарий Одесской епархии, каждому вручил подарки от социального актива молодежного и пархиального отдела. Хор Свято-Иверского монастыря исполнил церковные песнопения и порадовал арестантов народным творчеством. Южная колония основана в начале 20 века. Ныне в учреждении содержится более полутора тысяч заключенных. Здесь функционирует общеобразовательная школа, профтехучилище и храм. Именно в этих стенах был мучаем, а затем убит священномученик Анатолий, митрополит Одесский. Над ним издевались, но он остался верным Христу до конца. С Евангелем в руках святой митрополит предал свою душу Богу. Сегодня исправительное учреждение посетил епископ Деодор, которого радушно встретил начальник тюрьмы. Священники прибыли с высокой миссией. Всех объединила общая молитва. Благослови, Преосвященнейший Владыком. Благословен Бог наш, всегда на ней пресняй, на ней великой. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе. Владыка возглавил молебен, во время которого все возносили Богу моления о здравии и спасении сущих в аузах и заточении. На встречу к служителям церкви сегодня пришли заключенные, искренне желающие поменять свой образ жизни. Приятели честивые и страны предстательницы, скорбят их радости. Священники, которые несут свое служение в колонии, принесли этим людям радостную весть. Христос ждет каждого человека. Христос простирает навстречу свои руки и готов принять кающегося в отеческие объятия. Только Христос приносит в жизни людей избавление от греха, проклятия и смерти. Когда вы отсюда выйдете, Бог даст, в скором времени, у вас будет не менее сложный этап, вам нужно будет возвращаться в обычную жизнь. И очень мало будет людей, которые будут хотеть вам помочь. Вы у всех будете вызывать опасения. И очень сложно будет влиться обратно в обычную жизнь. И в этом вам будет помогать Бог, если вы будете его просить. Хор Святойверского мужского монастыря после молебна исполнил духовный концерт. Хор Святойверского монастыря Тяжелый и поистине страшный этап в жизни заключенных. Они находятся под закрытой дверью, чистое небо видят редко. Но даже здесь каждый может почувствовать Бога рядом. Бога прощающего, любящего, который ждет покаяния и исправления. По благословению митрополита Гафангела, отреса верующих заключенным преподнесли подарки, организованные социальным активом молодежного отдела Одесской епархии.